Защита дипломов – это не только отчет за пять лет обучения в родном Альма-Матер, но еще и публичная демонстрация всего творческого, яркого и необычного, что накопилось у студентов за это время. Теперь они показывают свои работы в новом актовом зале Текстильной Академии. Их оценивают, судят, но самое главное – смотрят на то, что хочет сказать сейчас молодой дизайнер миру моды. Вы знаете, они просто бьются в стекла, в стены, чтобы люди понимали, что такое красота. Они сами поняли, а вокруг бушует, в общем-то, гламуру без вкуса. Это настоящий театр интеллектуального костюма. В нем нет ничего лишнего, все продумано до мелочей. Одежда каждого конкретного модельера объединена одной общей темой – стилем, ощущением. Эксцентрика и авангард с разрушением форм, легкость тканей и нежность цвета в сливочном стиле итальянского латте. Или, например, откровенный эксперимент с одеванием модели с ног до головы. Шведские студенты приехали к нам из города Бурос. Он, кстати, как и Иваново, раньше являлся центром текстильной швейной промышленности. Теперь здесь есть несколько креативных центров, где учат играть с тканью и с моделью. Самое важное для меня было показать, как тело двигается в ткани, как оно сочетается с ним, интегрирует, как оно чувствует себя внутри ткани. Для этого я специально скрыла лица моделей. Мне это было интересно. Самым непростым, как признаются выпускники, был не столько процесс работы над дипломным проектом, сколько определение того, что они действительно хотят показать. Самое сложное, наверное, это выбор темы. Потому что, когда ты начинаешь делать коллекцию, тебе что-то хочется внести новое и новое. Как бы ты уже уходишь от эскизов, от той идеи, которую ты уже задумывала. Ну, наверное, это и к лучшему. Так интереснее работать с темой. Тема женственности, красоты и хрупкости наиболее полна была раскрыта в дипломной работе Ксении Шершановой. Ее название – Клеоне. Символ коллекции – ракушка. Я выбрала белый цвет. Он был и остается актуальным всегда в тренде. То есть, он никогда не изменяется. И еще я выбрала белый цвет, потому что на нем наиболее видна фактура. Как я тут слышала, что говорят, что это очень даже покоит на свадебные платья. То есть, можно сказать, нестандартные свадебные платья. Единственный дизайнер из всей группы с мужским именем Евгений Гулин был отмечен жюри не только из-за своего пола. Кутюрье с мировым именем и традиционному председателю жюри Вячеславу Зайцеву очень понравился лаконичный минимализм работ Гулина. Законодатель модный отметил, что это непростая работа – избавиться от соблазна сделать что-то невероятное и совместить свои творческие амбиции с реальной практической задачей, которую должна выполнять одежда. Все костюмы, представленные на дипломной защите, останутся в собственности дизайнеров. Это их главная первая коллекция, с которой, как правило, и начинается звездный путь.